Статистика гибели россиян в ДТП неумолима. С этой проблемой борются и сотрудники ГИБДД и общественность. Они пытаются донести до водителей и пешеходов, что нарушение правил дорожного движения может привести к печальным последствиям. В минувшую пятницу, накануне Дня памяти жертв ДТП, в городе Видное состоялся митинг, где все присутствующие отдали дань людям, погибшим в автокатастрофах, и возложили цветы к вечному огню. Подробности в репортаже Юлии Погосян. За 9 месяцев 2014 года на территории Московской области было зафиксировано более 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий. 570 из них произошли с участием детей. В Ленинском районе статистика такова. За тот же период 54 ДТП, в которых 7 юных участников движения получили травмы различной степени тяжести. Проблема смертности на дорогах стоит очень остро в современном обществе. Поэтому в 2005 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую правительство всех стран ежегодно отмечать 3 воскресенья ноября, как Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Это было сделано для того, чтобы чтить память погибших в автокатастрофах и выражать соболезнования их родственникам. Когда Господь заберет нас, неизвестно. Кого-то забирает таким образом. Конечно, церковь молится о покаянии всех усопших на днежное воскресенье и жизни вечное. Молиться нужно за всех усопших, родственников. И, конечно, Господь эту смерть, эту мученическую смерть заштет им в компенсацию грехов. Каждый год с 14 по 16 ноября в России, как и во всем мире, проходят акции и митинги, посвященные Дню памяти жертв ДТП. Эта дата позволила еще раз обратиться к водителям и пешеходам с призывом соблюдать правила дорожного движения во избежание неисправимых ошибок. Хотел бы призвать всех соблюдать неукоснительно правила дорожного движения и думать о последствиях. Ведь на первых часах обучения водителей доводится понятие такое, что транспортное средство – это объект повышенной опасности. И это необходимо осознавать на протяжении всего стажа водительского управления автомобилем. В пятничном митинге, который состоялся на Аллее Славы, участвовало много детей. Юные инспекторы движения Ленинского района пришли туда, чтобы вместе с сотрудниками госавтоинспекции и представителями администрации возложить цветы к вечному огню в память о жертвах ДТП. Очень важно воспитывать у детей чувство ответственности на дорогах и учить их правилам поведения на проезжей части. Ведь не всегда вина в дорожно-транспортных происшествиях лежит на водителях. Перед тем, чтобы начать движение по переходу, надо обязательно осмотреть себя. Вдруг у тебя шнурки развязаны и можешь подскнуться и упасть. Вообще, я думаю, что и водители, и пешеходы должны вместе соблюдать эти правила и быть как единое целое. Продолжилось мероприятие автопробегом, в ходе которого транслировались призывы не пренебрегать правилами дорожного движения. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.